да давай начинать 10 нас уже сам сколько 20 тысяч человек да можешь представиться чем-то занимаешься как ты вообще пришла к этому пути да и собственно сейчас находишься друзья передаю вам привет из вечернего дублина у нас он еще не очень вечерний у нас примерно 5 часов сейчас дублин вместо моего постоянного проживания но мы здесь не навсегда у нас очень интересная у меня и у моей семьи история связанная с перемещениями но наверное сначала расскажу чем занимаюсь я я сертифицированный карьерный консультант и карьерным консультированием темы карьеры я занимаюсь 2014 года у нас есть проект под названием job mentor где мы в общем-то по большей части изначально фокусировались на смене профессии на поиске работы в россии но с тех пор как я сама стала такой лягушкой путешественницы и сама пережила этот опыт поисков выборов переездов еще раз выборов стрессов связанных с тем что сейчас что-то пойдет не так и нас тут выкинут и придется нам поехать домой и на сегодняшний день собственно у нашей семьи почему семьи потому что у нас такая забавная интересная история я вообще не хотела никуда переезжать я тот человек который был против дома хорошо но на сегодняшний день у нас опыт попытка получения значит визы точнее офера в германию попытка получения офера в польшу офер в ирландию офер в лондон и оформленные документы но мы не поехали в лондон и вот сейчас мы ждем визит в одно интересное посольство которое не очень сейчас популярно в россии но тем не менее и мы надеемся что 6 октября плюс-минус неделю мы узнаем поедем ли мы через океан в ту самую кремниевую долину который все программисты мечтают история переездов и тема поиска работы за рубежом появилась эволюционным путем потому что ко мне стали приходить ребята живущие за рубежом или живущие в россии которые видели что я занимаюсь карьерным консультированием начали меня спрашивать могу ли я помочь с зарубежными компаниями зарубежными оферами у меня получился такой бэкграунд кейсов нидерланды бразилия чехия америка ирландия кто у меня еще был арабские эмираты вот на самом-таки популярное направление с которыми я работаю но в основном конечно я работаю с англоязычными странами потому что я знаю английский и когда ты знаешь национальный язык тебе комфортнее с ресерчами с подготовкой там документов резюме собеседованиями и так далее но тем не менее с другими странами тоже можно поработать гуд слушай на действительно опыт дачи не опыт история очень похоже на мою как раз да то что я тоже ревоцировался тоже семьей вместе с женой да и собственно у нас правда я и жена все бы все только забыли то есть мы реально мы собрались за два вечера к ну после получения офера да естественно собрались за два вечера просто поехали в из москвы вот в анталию на машине поэтому здесь все круто и очень похожая история связанная как раз теми людьми которые приходят скорее все тебя приходили наверное друзья коллеги сарафан когда играла там ой там я знаю что ты там консультируешь да а ты консультируешь поэтому мы все там первый второй третий десятый двадцатый да все это пошло гуд смотри тогда какой и вопрос вопрос связанные что про убеждение да мы сильно говорим про убеждение не сколько говорим про опыт релокации в целом да а про те какие-то установки до которые нам мешают принять решение потому что опять же скажу что ко мне приходит много знакомых да которые говорят вот а стоит ли мне а нужно ли мне а самый распространенный наверное вопрос а любит ли русских как ним относится да потому что это наверное ну понятно все читают новости медиа там youtube и так далее и есть разные отношения поэтому вот давай наверное когда с убеждением они у нас конечно тут пронумерованы но давай наверное начнем вот самого распространенного да как относятся к специалистам из россии и белоруссии да в целом за рубежом просто по твоему опыту а потом я поделюсь да у нас классный формат поделиться опытом собственно я жертва тех самых убеждений многие из выписанных и подготовленных к эфиру они в том числе и мне принадлежат потому что я тоже проходила эволюции свои мысли а надо ли она мне кто я и ой хочу 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 поехали по поводу как относится к русским на самом деле это убеждение уже достаточно старая когда мы впервые когда впервые задумалась о переезде это был 2017 год и я уже тогда была уверена что ну вообще кому мы там нужны вот где родился там и пригодился если ты русский то там своих дано убеждение еще было основано на том как мы сами относились и относимся к трудовым мигрантам для меня это был самый ужасный страх а что если мне будут говорить счеты сюда приперлась кто ты такая зачем ты здесь нужно и будут ко мне относиться к какому-то человеку у второго сорта но вот это как-то наше моё было убеждение основано на моем опыте не потому что я так отношусь и потому что я наблюдала это отношение со стороны окружающих и когда я сюда ехала я прям боялась и сейчас получается есть две ситуации как было до и как есть после до ничего подобного ну вообще не было конечно но это зависит друзья на самом деле моё предположение моё опыт мой опыт мое убеждение от локации куда вы едете если это дублинг к примеру это очень большой интернациональный город здесь на улице не слышно речи на английском языке ждут практически каждый первый экспат и соответственно мы друг другу относимся нормально многие живут своих сообществах закрытых и можем даже как такие пересекаться кроме как вот так бытовые коммуникации но если мы к примеру отъедем на пару километров пару десятков километров вглубь туда где живут там только ирландцы это только англичане или может быть только турки то вероятнее всего мы уже будем выглядеть как-то как инородный объект и к нам будут относиться немножко подозрительно какой какая проблема была с русскими и между русскими ирландцами это жены программистов сами программисты ok welcome приезжайте тут у вас работы полно ирландцы кстати не очень почему-то программистами работают в командах практически не практически нет ни одного ирландца я не знаю не могу перечислить всех команд с которыми я сталкивалась там нет ирландцев а вот жены программистов ассоциируется с какими-то просто похитителями рабочих мест ну ведь стандартная жена программист она что сделать она сейчас сразу же пойдет устроиться в супермаркет конечно кассиром полы пойдет мыть или и почему-то вот у местных именно женщины вызывали такое агрессивное отношение как тоже женщина пыталась на устроиться куда-то на работу нам даже не хотели какое-то время давать женам программистов давать визы рабочие то есть там есть два типа виз вот у меня рабочая виза а есть другой ворк-пермит там жена не может работать он не может работать то есть это было запрещено мы отнимаем рабочие места все конфликты были на почве того что неважно кто ты по национальности просто приезжаешь снимаешь рабочее место кого-то местного после всех событий такой накал страстей был высокий но никто к нам не подходила никто нам ничего плохого не делал интересно что расколола само русскоязычное комьюнити и вот именно там в русскоязычном комьюнити отношение к друг другу сильно испортилось даже не между русскими украинцами а между к примеру украинцами и литовцами латвийцами у нас очень много прибалтов и вот они очень пророссийские настроенные и могут очень бурно высказывать свои эмоции поэтому если вы примеру программист project продукт маркетолог очень digital какой-то специалист высококвалифицированный вероятно нас такие сегодня слушают то внутри компании внутри бизнеса вы с этим не столкнетесь потому что вы будете общаться скорее всего с экспатами вы будете общаться с интеллектуалами с теми людьми которые как бы понимать что такое деловая культура этика делового общения но если вы выйдете на улицу посеетесь не очень благополучном районе или в каком-то локальном месте где живут только нейтивы или залезете в русскоговорящее сообщество ну можно получить да такое есть и слушай ну вот понятно ситуация как раз тоже очень похожа я скажу вот за последние сколько полгода я был в трех странах черногория грузия и собственно турция где последние три месяца нахожусь могу сказать что вот надо четко разделять до политиков да потому что в черногории там тоже поддержку украины ну то есть обычные люди совершенно спокойно мы общались с ребятами из украины и общались с местами все понимают опять же да на бытовом уровне все супер ну то есть нет никакого там пренебрежения или хейта или каких-то оскорблений да и поэтому единственный раз вот где я наверно столкнулся с каким-то ну не знаю может быть это наш такой больше такой бытовое хамство да это когда я приходил делать фотографии на вид на жительство в турции комета называется здесь фотограф владелец фотоателье просто не сказал опять вы понаехали ну знаешь типа и сильно на английском да как бы но это прямо это чувствовалось да просто опять вы там это давай иди отсюда то есть он как бы мне сделать фотографию давай приходи там через три часа я сделаю ну то есть какие-то такие прям чувствовалось знаешь такая неприязнь но опять же может быть это не связано там конкретно с тем что я иностранец возможно настроение плохое было да может настроение плохое но это вот единственный раз такое было в остальном все все прекрасно смотри тогда ну то есть опять же да если говорить про те страны там где ты я был такого нету да в плане что вот вот вы там зачем приехали возвращайтесь назад и так далее в открытую точно нет но мы имеем некоторое преимущество сейчас я буду говорить и звучать как расист но белый мужчина он имеет некоторый пиетет относительно там допустим арабов и иных наций вот но с чем можно столкнуться с какой проблемой кстати почему может возникать вот эта бытовая агрессия в том числе это язык потому что когда ты живешь в дублине здесь я как искала на улице не слышно английского языка вот можно с уверенностью сказать что носитель английского языка скорее пенсионер который идет а вот все кто возраста 30 35 40 лет они скорее всего нет местные люди и когда ты каждый день там но они же работают том числе в сфере обслуживания эти люди это каждый день сталкиваешься с непониманием потому что ты там по сто раз объясняешь вот это вот вот это тебе нужно тебя не понимают особенно еще ирландцы у них же жуткий ирландский акцент если они приехали из деревни не из дублина вот из маленьких городов из центра на принципе части острова их не понимают и их вот это начинает немножко уже раздражать то есть когда тебя не понимать ты пытаешься пытаешься объяснить и вот отсюда может быть агрессия что ну какого черта вы тут все понаехали вы по-английски не говорите суши но опять же да по-английски я тоже общался с ирландцами да когда люди быстро говорят но это касается любых на самом деле специалистов там тех же индусов да когда от в эмираты тоже пытался пройти там тоже иногда люди увлекаются ты просто не понимаешь даже суть потому что они очень быстро говорят слова и проглатываю да и поэтому нормально переспросить и когда они соответственно говорят чуть более медленно да то ты все отлично понимаешь поэтому как бы это не по поводу кстати там цвета кожи тоже могу сказать да вот про эмираты да опять же сравнивая да там по сути есть три такие наши группы людей скажем тогда первое это как раз индусы и пакистанцы филиппинцы прочее прочее и как раз второе это это белые не американцы канадцы британцы до русские туда же относится белорусы и тому подобное и соответственно бритиши американцы это прям причем ты можешь быть как бы и темнокожим да ну соответственно есть у тебя там канадское гражданство то ты соответственно получаешь зарплату и там куча куча всех привилегий поэтому да 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 сервисе да ко мне тоже там индуса сервисе но парень простой поэтому можно и на ты а гуд смотри давай тогда дальше пойдем пройти до классика зачем я нужен я не продакт не project не разработчик и так далее да просто обычно когда горят айтишники подожмят в первую очередь разработчиков во вторую уже всех остальных там аналитиков менеджер по тестированию там девопс инженеров и так далее если говорить про тоже популярные профессии но не связано с айти сейлс менеджер менеджер по логистике не знаю юристы операционщики да там бизнес оперейшнс менеджера да там можно список продолжить до бесконечности как вообще в целом стоит по твоему опыту да тебе наверное же не только эти обращаются да люди из разных у меня очень разнообразная история в основном это ребята которые работают либо в диджитал либо в диджитал компаниях похожих найти компании по культуре и хотят найти что-то аналогичное что касается спроса на специальности прям вчера вот у меня все был день рождения мы за столом праздничном беседовали беседы спасибо про то кто там какой оффер искал и один товарищ сейчас как бы вот у него закончился активный период поисков оффера и у него были переговоры с разными с разными странами но в основном англоязычный и он сказал такую фразу вчера наверное если ты программист надо вот уметь чуть-чуть программировать и этого уже будет достаточно чтобы начать переговоры ну по факту так и было то есть те вопросы которые ему задавались вот чуть-чуть там по hard skill and и уже дальше переговоры начинались там с высокой скоростью интенсивностью и сейчас у меня есть еще здесь знакомая маркетолог она уже здесь живет в ирландии она пять месяцев назад переехал вот она найти работу не может она уже прошла множество интервью но найти работу не может почему так может быть да почему можно это интересно ну во первых с программистами то что они очень нужны и вообще вот айти мир очень нужен это не миф это реальность они правда очень нужны количество человек на место очень низкая поэтому готовы рассматривать всех практически понятно что они потом начинают зарубаться на этапе там технического интервью на этапе интервью по ценностям и так далее но изначально интерес очень высокий просто потому что мало много позиций мало людей которые способны эту задачу выполнить плюс у программистов есть еще одно дополнительное преимущество это образование по специальности на во многих визах рабочих есть требования если у тебя именно work permit они как не венже там по жилью или еще что-то не учебная виза именно work permit у тебя должен быть рабочий контракт чтобы получить рабочий контракт оформить work permit у тебя должно быть образование по специальности вот прям сейчас по германии смотрел как раз перед нашей встречи там прям написано тебя должен диплом совпадать с той профессии на которую ты ешь и у технических специалистов чаще всего так и есть вы отучились на мехмате на физмате на технологии у вас это как бы плюс-минус совпадает и вдруг тоже есть он на физмате учился на работает инженером типа это можно натянуть а у гуманитарных специальностей как у меня к примеру да я работаю и чаром на диплом у меня основной диплом я специалист я учитель истории у меня написано в дипломе и вот здесь такая фигня для получения критикал скиллы визы или work permit не прокатит потому что мне скажут где у тебя дегри по менеджменту то есть по степени я не пройду поэтому проблема может быть в степени которая у вас есть проблема может быть в языке техническим специалистам нужен ну b2 хотя бы один b2 вы можете хотя бы объяснить и вы в основном работаете с экспатами которые тоже так же коряво говорят ну и вы там махалай махалай друг другу поняли а гуманитарным специальностям нужен уровень английского ну чуть ли не профессионцы если вы как я работаете с помощью речи я преподаю я нанимаю я объясняю да и во всех вакансиях будет жесткие требования по уровню языка соответственно на интервью вот почему моя знакомая найти не может у нее b1 она отваливается на интервью сто процентов она не может объяснить свою экспертизу не может ее передать надо больше больше тренироваться почему еще так может быть из-за специфики в опыте ты упомянул юристов ну к примеру наши юристы которые учатся в россии учат систему права российского у нас есть кодекс и бла-бла-бла английское право которые в ирландии или великобритании но вообще не так устроены чтобы иметь возможность работать юристом должен иметь местное образование может быть еще одна причина например очень нужны врачи или бухгалтеры аккаунты нужны но чтобы быть врачом здесь или быть аккаунтом ты должен иметь лицензию и сертификацию профессионального сообщества и вот чтобы эту лицензию получить нужно же сюда приехать и сдать эти экзамены и это не у всех получается не каждый сюда поедет не у всех это получается техническим специалистам проще у вас совпадает диплом у вас совпадают скиллы нет разницы между западным каким-то форматом работой в россии нет проблем с языком и достаточно востребованная специализация сама по себе на рынке труда но кто еще нужен целом вы можете понять кто нужен если откроете требования ну я про европейцев сейчас буду говорить откройте требования в так называемую critical skill визе это виза для высококвалифицированных специалистов там прям у каждой страны есть перечень исходя из потребностей рынка труда кто им нужен кому они готовы эту визу дать ну вот чаще всего там кто есть разные ученые исследователи поэтому вы можете поступить на phd или закончить старотуру в россии попытаться прорваться в университет по той специальности которую вы делаете такие кейсы кстати в ирландии у нас тоже есть ребята которые преподают в универах инженеры строители нужны причем строители разного уровня да как высококвалифицированные строители по типу там инженеры архитекторы там так далее так и обычные люди которые на стройке работ медики бухгалтеры и налоговые консультанты нужны преподаватели и разные творческие ребята художники спортсмены певцы там литераторы и тому подобное для них во многих странах есть даже отдельная виза той же великобритании есть global talent виза которую можно податься если вы да есть фотограф там айтишники хорошо заходит опять же да я смотрел как раз тоже в апреле мая когда искал работу есть много агентств которые тебе как раз помогают да там со сбором документов пишут это наши очень похоже как раз на подготовку там в поступлении в иностранный вуз мотивационное письмо там описание опыта правильного волонтерство ну то есть вот это все будет я понял ну то есть все понятно все зависит от понятно спроса на рынке местного да то есть в ирландии это один в эмиратах это второй понятно зависит от особенностей европейского или там ближневосточного или восточного да там опять же те же сертификаты если говорить про там учителей врачей и так далее и понятно зависит от уровня языка ну то есть в от твоего как ты можешь преподнести продать и так далее это тоже классика да ну и понятно то что это что ты пишешь в резюме вообще что ты умеешь да какие у тебя давай это чтобы не осталось ощущение безнадёга точка ру если я не программист сейчас все не побежали в скиллбокс надо просто правильную стратегию поиска выбрать если вы не программист соответственно вы либо пробуетесь международной компании потому что там больше шансов принципе на интернационального сотрудника либо вы переезжаете вместе с бизнесом вот я сейчас в поиске пытаюсь найти ресурсы может быть там из тех кто нас слушает смогут нам подсказать я знаю что есть агентство я пыталась с ними запартнериться но пока мне не очень активно это получилось которые занимаются перевозкой бизнеса соответственно можно проводить компаниям зацепиться и они вам оформят work permit у них там специальные условия на оформление таких сотрудников и третий вариант это понять чем ваша сильная страна это может быть либо узкая профессиональная экспертиза у меня был парень профайлер он занимается работой на детекторе в казалось бы это не программист но мы нашли с ним несколько европейских агентств это была испания мы нашли испании несколько агентств которые на этом специализируются и такого скилового чувака как он найти сложно но их очень мало в мире и его в принципе туда легко можно продать и они ему помогут переехать то есть посмотреть на вашу узкую квалификацию чем вы классные чем вы классные или зацепиться за язык и смотреть либо бизнеса экспатов такие тоже есть и туда например в арабских эмиратах там в том же дубае или искать позиции где нужен русский язык вот ты про сейлс говорил сейлсы очень нужны бывают носители культуры языка есть знакомая израильтянка она знает арабский она знает иврит соответственно и английский она работает здесь с израилем продает им туда какие-то местные эти продукты сделать то же самое есть с русскоязычными ребятами сто сто процентов потому что да вот у меня как раз был там несколько недель назад эфир про дубай и там точно докажет то что связи с событием до 4 февраля очень много бизнесов из россии беларусь и украины переехали в собственно в эмираты да и там не знаю там тугис какой-то там и крупные некрупные да и и очень много людей как раз русскоговорящих работает в эмиратах и они подбирают специально команду у меня тоже было одно из первых собеседований на project менеджера на проект в дубай где основатель голландец директор по маркетингу грек cpo chief product officer русский и cto русский соответственно они искали тоже project и которые там поможет с какими-то процессами да и меня и на английском собеседовали и на русском тоже прикольный опыт да то есть соответственно такие такие позиции есть более того они есть даже на хэдхантере да то есть опять же они написаны английском языке ты откликаешься но тем не менее это как бы тоже работает вот люди зовут опять же снова окружения тоже многие как раз так переехали понятно что английский нужен ты правильно сказала да что я точно рекомендую что-то мер b2 плюс да я общаюсь тоже с говорящими как раз коллегами на переписка и так далее и для менеджера да это важно если ты опять же разработчик аналитика тогда аналитик да там требования писать тоже нужен высокий если разработчик там тестировщик то но опять же да это плюс-минус база там b1 b2 за глаза вообще с работой точно проблем не возникнет в рабочем процессе проблемы могут возникнуть в коммуникациях между международных компаниях очень тоже вчера прям буквально про это говорили все говорит про мой опыт вчера прям буквально про это спорили за столом что неожиданностью для всех а все присутствующие за столом были приезжие неожиданностью для всех стало что надо не только программировать надо еще оказывается митинги назначать надо команды координировать там фидбэк давать и с менеджером общаться и вообще там всякая политическая интригская тоже нужно делать потому что культура коммуникаций неожиданно для всех вышла на первый план то есть вот с взаимопониманием могут быть сложности первое время но опять же международной компании чаще всего культуре прям зафиксировано что-нибудь по типу открытые коммуникации из серии говори прямо не надо там высококонтекстные низкоконтекстные общения говори прямо как есть тебя может быть поймут но по нашему ну по опыту опять же там друзей мужа моего проблема с коммуникациями бывали когда вот ты послушал человек он меня сейчас обкакал или нейтрально такое бывало да 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 такое действительно тоже присутствует иногда ну слава богу не часто а смотри следующий вопрос про язык разобрали про айти не идти разобрали про бренды опять же да зачем я там здесь бренда наверное и образование да мы тоже это каснулись уже частично кому я нужен есть у меня нет крутых брендов международных да опять же там какой-нибудь большой четверки я не знаю каких-нибудь там да я не знаю там apple samsung неважно что да там ну то есть международных компаний и то же самое про образование да если у меня нет какой-нибудь бей желательно иностранного да потому что мбей какой-то там я не знаю синергии наверное мало кто кому интересен да при всем уважении к синергии да но как бы есть нюансы да и соответственно вот ну у многих да опять же стандартное высшее образование да буквы ряд или магистратура специалитет да и обычно да компании ну знаешь как это обычно бывает да там работаю где приходится до крупные не крупные причем зачастую это может быть крупные компании но естественно мало известные то что опять же да вот уже вот у меня сбербанк втб до крупные бренды ну банк номер один банк номер два он никому не известен сбербанк окей может быть яндекс тоже да там как бы слышали да но втб ну как бы кому он да если говорить там про какого-то сельхоз банк но при всем уважении до коллегам ну это точно никто не слышали хотя это там банков 10 то есть то тоже крупный банк и вот как с этим быть вообще в по опыту на что смотрят на бренды образования или на что-то другое тут прямо так много интересных постов этом вопросе сначала скажу смешную историю опять мышь про личный опыт на правду и не про правду мы из нижнего новгорода соответственно и оба учились нижнем новгороде вчера мы получили пакет документов и в документах моего мужа было написано что мы там удостоверяем что институт рога и копыта не не буду называть не самый престижный но политех в общем то да там институт рога и копыта является реально крутым за учебным заведением и т.д. и т.к. короче зависит от визового консультанта если надо будет показать крутость они напишут и удостоверят там и бумажку приложить что у вас очень крутой университет вот где нужна бывает крутость бренда вуза или бренда работодателя есть разные карьерные треки и вот если вы идете ну как бы в крутую компанию или в крутой я бус вы как бы попадаете вот это комьюнити и у этого комьюнити у нее совершенно особая судьба и жизнь ну например если вы идете учиться на и бей вот и прям осознанно хотите получить и бей я тогда советую пойти действительно в крутые школы там почему потому что туда придут работодатели которые хотят взять вот этих вот ребят из вот этого вот крутого и бей а также и потом из крутых компаний крутым компаниям дверям крутых компаний придут работодатели которые захотят вас взять и вот это вот культура больших брендов и карьерные треки больших брендов они как выглядит Вы сначала идёте в крутой университет, платите много денег за крутой университет, потом вы устраиваетесь в крутую компанию, но всё это время вы продолжаете учиться, как правило, там эти треки строятся, как вас обкидают на разные проекты, тут, 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 вы набираетесь много опыта, вам мало за это платят, вы работаете по 60 часов в неделю, а то и по 80, если вы куда-нибудь по кинзе пойдёте. И потом наступает день X, когда вам надо принять решение, вы идёте там, не знаю, в партнёры и 20 лет работаете в Procter & Gamble, или вы выходите на открытый рынок и дальше вы, как правило, уходите к клиентам, если это консалтинг или там каким-то партнёрам, каким-то вот более мелким на самом деле компаниям. И они уже вам предлагают высокий чек, потому что они ценят в вас вот эту экспертизу, значимость. Это прям отдельный специальный трек. Да, это круто. Если вам очень хочется по этому упороться, это можно, это пожалуйста. Ну, в России это было, наверное, чуть больше распространено именно в консалтинге, это как раз вот большая консалтинговая четвёрка, мы выходим там из вышки, идём в WKPMG, там McKinsey и бла-бла-бла. Да-да-да. Есть трек другой, обычного человека, который ищет там, где вкуснее, и этот тоже работает. И если говорить об IT-индустрии, то вы вполне, не имея какого-то там крупного бренда работодателя за плечами, можете попасть в большую компанию, потому что они не покупают ваш опыт, они не покупают название, они покупают ваше время и то, что вы умеете, не знаю, программировать или вы умеете там строить проекты. Почему? Потому что у них достаточно ресурсов, чтобы вас, во-первых, полностью протестировать, вы пройдёте целый круг асессмента, потом, чтобы вас дообучить, у вас там будут welcome тренинги и много-много чего, и потом, чтобы вас, если что, перераспределить из команды в команду. Иногда, ну вот раньше, до сегодняшнего момента, сейчас они немножко решили поужаться, все и хотят сократиться, но раньше они вообще покупали программистов, чтобы купить. Куплю-не куплю я, купят Google. Кто другой, да-да-да. Да, кто первый купит, вот. Поэтому в таком случае, на самом деле, большие бренды не играют особо роли, играют роль ваши технические навыки, насколько вы сможете их продемонстрировать, и софт-скиллы, потому что, если это будет какой-то он-сайт-интервью, где пять подряд у вас разных митингов будет, вот там в основном будут софт-скиллы, как вы общаетесь, как вы улыбаетесь. Обязательно вам поставят там обед с менеджером, вот. Как вы будете с ним общаться во время обеда. Ну, то есть чисто ваши персональные качества и то, насколько вы натренировали технические навыки перед интервью. Да, это сто процентов, потому что, да, могу сказать, неважно, вот по опыту, да, тот же ЕПАМ, да, когда я проходил интервью, ну, там техническое, да, и вот это поведенческое, действительно были вопросы разные технические поняты, это на знание, да, то есть неважно, ты либо знаешь, либо не знаешь, работал, либо не работал, да. Тут как бы, ну, сложно, да, подготовиться к интервью там за несколько дней, да, проштудировав там какой-нибудь там PMBOK, да, например, поэтому и поведенческое тоже. Мне даже задавали вопросы как раз, да, про ужин, про обед с менеджером, да. Это как раз не очень, причем на английском языке, там полтора часа мы разговаривали. Интересный вопрос, что, например, вы менеджер проекта, да, вам нужно поехать вместе с сотрудником на конференцию, где он, ну, как бы вы выступаете, а он вас там поддерживает, да, то есть вы вдвоем выступаете, по сути. А сотрудник не любит выступать, он такой, я не публичный, я это. И как вы с ним построите диалог? И вот мы как раз вместе с интервьюером разыгрывали эту ситуацию. Прикольно, да, там как бы давай-давай, там это, ну, то есть у тебя получится, ну, то есть какие-то такие вещи, да, ты очень крутой сотрудник, я хочу тебя там прокачать, твои навыки публичных выступлений, я там, ну, то есть какие-то убеждения. По сути, да, это как бы сложно тренировать. Это, ну, реально, ты либо умеешь, либо нет. Ты, понятно, это можно развивать, это можно тренировать, да, это прокачивается. То, что ты описываешь, один из этапов асессмента, к нему можно готовиться, но это зависит от твоих, как бы, входящих данных, скорость твоей подготовки. Вот те самые выпускники больших брендов, как консалтинговых, так и вузов, да, или там больших IT-компаний, они уже прокачаны, то есть они уже близки, им, как правило, хватает шлифовки. Но если вы приходите из обычного бизнеса, где нанимают серии, так, ну что, кнопку нажимать умеешь? Ты знаешь, ты симпатичный, ну, заходи. Ну, это утрированно, конечно, да, но там совсем простенькая процедура. То к этому прям надо будет хорошенько подготовиться. Мой муж готовился порядка года к вот этим всем штукам. Это прям была ежедневная практика практически. Я готовился достаточно быстро, у меня было четыре занятия на английском языке с репетитором. Это не HR, это не mock interview, там, ничего подобного. Но это было именно, вот мы шли по вопросам, да, это больше такой general, да. Интервью как раз ты первый раз, но как бы если по опыту могу сказать, чем больше ты проходишь интервью, тем тебе легче, да, потому что перед, у тебя мандраж, неуверенность, да, там, блин, вопрос, а я там на B2 не знаю. Она еще усиливается твоим желанием, потому что ты понимаешь, что это пан или пропал. Вот сейчас либо тебе скажут, да, и ты поедешь, либо нет, и все, еще там период найма закончится, это же там весна, осень, весна закончится, снег растает, и осень. Начнется лето, да, все в отпусках, да, 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 да. Есть такая история, я поэтому тоже как раз и пересмотрел свою стратегию поиска, потому что понял, как я, я очень хотел поехать в Дубай, либо в Абудаби, ну, вообще в регион, да, там, Катар, Бахрейн, но как бы понял, что очень долгий процесс найма, но вступает лето, и там вообще мертвый сезон, ну, то есть я вот как раз там в мае-апреле активно искал и понял, что, ну, я не могу ждать пять месяцев, там, или шесть, да, то есть как бы... Да, большие компании, долгий, долгий период отбора, он может и три месяца идти, они могут еще на приз поставить, не отвечать, это долго, да. Слушай, ну, на самом деле могу сказать так и в России, потому что я когда в Сбер устраивался в 13-м году, я ждал четыре с половиной месяца, ждал, потому что у меня рядовая позиция была, там, сисадмином был, да, в то время еще, я ждал, пока обновится штатное расписание и появится клетка под мою позицию, очень просто, она появилась после Нового года, после утверждения бюджета, класс, ну, короче, то есть я ждал, там, да, с конца сентября до середины января как раз, ну, там, да, четыре, там, с лишним месяца, good. Вот, смотри, тогда такой вопрос про примут в сообществе, про отношение к русским в целом, да, русскоговорящим, определили, смотри, здесь такой важный момент, тоже с этим сталкиваюсь, часто и сталкивался, да, ну, из кейсов тех ребят, которые ко мне приходят, это шаг назад в карьере. Есть мнение, да, что наш опыт, давай вот просто, опять же, IT, да, люди, проекты, продакты, да, там, разные уровни сеньорности, но, говорим, middle, middle или там, или senior, да, или там даже выше, да, team lead, там, lead project manager и так далее. Многие говорят о том, что у нас, действительно, в России, это действительно так, можно очень быстро сделать карьеру, реально, ты можешь за 3-4 года вырасти там просто из джуна, в чуть ли не CPO, опять же, эти компании, там, маленькая, да, ты поработал где-то там 3 года в какой-то структуре, ушел в стартап и сразу CPO, потому что ты там работал с какими-то метриками, да, предположим. И типа я CPO, а мне там 27 лет, условно, да, ну, я утрирую, но... Такое есть, такое есть. Да, такие кейсов много. И, соответственно, логика какая? Я CPO, значит, мне нужно отвлекаться на chief product officer, да, либо там senior какого-то, product manager, да, или там project manager, не суть. Естественно, с повышением зарплаты, net, без налогов и так далее, да, ну, то есть с учетом уже налогов. И когда появляется вот это, ну, как бы, естественно, есть success case, да, когда success story, история успеха, когда ты там за неделю находишь или тебя находят, да, вот так звезды сошлись, и ты попал, да, это круто. Это реально круто, есть такие истории. Но зачастую, опять же, когда ты выходишь на иностранный рынок, другие правила, опять же, от страны зависят, да, от, как бы, ситуации на рынке, там, прочее, прочее, развитие того же IT. И многим приходится идти на ступень ниже. То есть они понимают, окей, я сейчас проиграю. Ну, какая логика, да, обычно я могу где-то в деньгах ужаться, да, но у меня появится опыт международный, которого у меня не было, да, в России, опять же, в основном это локальные рынки, да, в большинстве своем. Но это окупится в дальнейшем, да, потенциально. То есть я год поработаю, прокачаю английский, прокачаю скиллы, все, что мне не требуется, да, и вот, ну, как бы, с такой, как бы, позиции идут. Вот исходя из твоего опыта, сделай шаг назад в карьере, да, и, возможно, где-то ужаться, да, опять же, да, в зарплате, в каком-то комфорте, уровне жизни по твоим кейсам, по твоему опыту. Это всегда так или есть нюансы? На самом деле про шаг назад – это не то, чтобы миф. Здесь есть нюансы, но в целом это правда. Это работает и в России. Если ты в России сделал быстро карьеру, то, скорее всего, ты делал быстро карьеру в малом, среднем бизнесе или в стартапе. Ну, в лучшем случае ты вырос вместе со стартапом. И дальше ты хочешь, как бы, двигаться, например, куда-то в большую компанию. Ну, допустим, у меня была компания, там, 1200 сотрудников у нас было, я была HRD. Чтобы мне стать HRD в, не знаю, в Сбербанке, это очень-очень колоссальная разница. И, скорее всего, я пойду в Сбербанк как HR-бизнес-партнер какого-то направления, например, там, сейлс или какого-то региона. Или, в общем, у меня будет позиция даже не на один левел ниже, а где-то, наверное, на три, потому что там есть Vice President, там, к чего-нибудь. Да-да-да-да-да. Вот, поэтому это одинаково работает и в России, и за рубежом. Что еще здесь может повлиять? Если вы менеджер, то есть если вы руководитель, руководителю всегда чуть сложнее искать работу, потому что позиции менеджеров меньше, чем программистов. Ну, стандарт у вас в команде, там, по правилу Безоса, сколько там, большой в расширении. В команде 14-12 человек, правило пицца. Да-да. А менеджер один на них. И там есть менеджер-менеджер, но их в совокупности все равно меньше, чем самих программистов. Меньше, чем членов команды, да. Да, они реже уходят просто по статистике, потому что им сложнее найти работу. И у них еще есть разные там особенности, связанные с продуктом, который они делают. Они приобретают сильную экспертизу в этом продукте, но она очень однобокой получается. И вот это количество факторов режет нам воронку. То есть вам нужно, получается, искать либо аналогичную компанию с аналогичным продуктом, с аналогичной командой, таких команд как бы мало. Либо нужно себя очень прокачивать, чтобы шагнуть на уровень выше в компанию большего размера просто. Вот. Это тоже работает одинаково и в России за рубежом. Теперь с сеньорами нашими, сеньорами-помидорами. Мы просто вчера ржали прямо на эту тему. А можно я тебя чуть перебью? Там Денис прям тянет руку Жеглов. Да, наверное. Я не вижу, но да. Да, если ты не против. Давай, может быть, как раз дадим слово. Ну, раз человек так хочет, да, тем более. И как раз потом продолжим уже про сеньорность. Просто как раз так. Денис, я дал слово. Можно включить, нужно включить микрофон. Кнопочка как раз посередине. Разрешить говорить. Так. Я разрешил. Странно, почему не. Еще секунду. Секунду. Это я зря сделал. Это я с айпэда зашел. Так. Ну, странно. Я Дениса давал слово. Он почему-то не подключался. Денис, если ты нас слышишь, можешь написать просто под последним постом вопрос. И я как раз зачитаю, когда вот мы к вопросу. Да, Ань, тогда продолжай, пожалуйста. Я тебя перебил. Про сеньорность. Да, про сеньорность мы как раз вчера говорили и обратили внимание, вот на какую разницу между сеньорами в России и сеньорами большой IT-четверки. Как раз говорили про то, что чтобы стать сеньором в России, нужно, ну, во-первых, это очень быстрый трек, потому что ты очень быстро учишься, нет других сеньоров. Кто-то должен это делать, кто-то должен выполнять более высокую квалифицированную работу. И ты давай как бы либо плыви, либо умри. Вот. С другой стороны, с одной стороны, с другой стороны, ты все время сосредоточен только на технической части. Ну, это вот как бы по словам участников событий. Ты больше сосредоточен на программировании, на том, что ты делаешь, на качестве кода, не знаю, там, на структуре, на систем дизайне и бла-бла-бла. А здесь сеньоры, они вот как раз еще 50% это код, 50% это коммуникации. Как ты выстраиваешь взаимоотношения в команде, какой твой импакт, да, какое твое влияние на процесс. Если ты вот это вот влияние не умеешь демонстрировать на интервью, то ты просто грейд получаешь ниже на входе. Но если ты, как бы, окей, ты можешь, да, и ты быстро адаптируешься, ты быстро обучаешься, ты можешь двигаться на продвижение потом. Там, ну, нет каких-то прям, ну, я не встречала, по крайней мере, какие-то жесткие правила, что мы там повышаем только после года. Да, да, да. Тут уже очень многое зависит от персональной коммуникации твоей, ну, и от качества работы, безусловно, потому что ты же ревью получаешь, ты же получаешь фидбэк от команды, от менеджера. От заказчика, да, да. И просто тоже как раз пример, лично при меня, да, почему вот это про сеньорность. Потому что я тоже был и сеньор-проджект-менеджером, да, и там продукт-оунером. Я сейчас мидл-проджект-менеджер в ЕПАМе, но я четко понимаю, прям есть критерии, прям я вижу, что какие области мне нужно прокачать, да, причем ссылками на курсы, на там какие-то вебинары, электронные курсы, да, пройдя которые я могу поднять ручку, сказать, я готов, я свои теоретические навыки, ну, вот эти пробелы заполнил, да, я готов выйти на ассессмент, и, соответственно, есть, ну, как бы, да, если у тебя есть проект, где заказчик говорит, Ваня вообще красавчик, просто супер, я готов его рекомендовать, тогда, ну, как бы звезды сошлись, да, ты здесь закрыл, и заказчик доволен, хэппи, да, и, соответственно, ты выходишь на ассессмент, ну, и там уже тебя есть, это можно делать в любой момент, через три месяца, через шесть, через год, там, через 11 с половиной месяцев, и так далее, да, как только ты готов, еди на ассессмент, и тебя рассмотрят уже, либо там зарплату, либо грейд, и так далее, ну, то есть, надо только порокоментировать, что это специфика больших компаний, просто мне обычно, когда, что подобное рассказываю, кто-нибудь залетает в чат и говорит, ааа, я вот работаю, а там не так, в больших компаниях, во-первых, есть прописанная, ну, вот эта вот логика перемещений, она не совершенно, она не идеальна, но она есть, и с ней все знакомые, более-менее, ей стараются следовать, и вторая вещь, если вы вдруг внезапно выросли, есть всякие инструменты управления этой ситуацией, вас можно перекинуть в другую команду, дать вам более серьезный проект, можно повысить вам зарплату, то есть, очень много рычагов по компенсации, да, вот этого роста, то есть, достижения баланса, в маленьких компаниях, в маленьких проектах таких возможностей нет, поэтому вы, вероятно, назоветесь сеньором и продолжите делать то же самое, чтобы вам просто лучше было, приятнее. Good, да, согласен, все зависит полностью от компании. Смотри, Ань, тут как раз задают вопрос в комментариях, да, вот Елизавета пишет, а стоит ли вообще пытаться искать работу в Европе, если есть разрешение на работу, опыт 3 года, но нет высшего образования? Ну, достаточно обширный вопрос, да, то есть, как бы, какого там, какой опыт есть, разрешение на работу где, да, в какой стране, да, ну, то есть, здесь, ну, в целом, да, тут просто даже уже ответили. Ну, просто, просто, если есть разрешение на работу, что же не пытаться? Конечно, ну, да, да. Наверное, прокомментирую две вещи. Образовка разрешения на работу, если есть блокарт, да, это карточка, которая позволяет, ну, которую мы получаем взамен разрешения на работу, если это не Ирландия, не Дания, не Великобритания, и вы с этой карточкой там прожили какое-то время, вот она у вас есть, и вы сейчас уже, вы уже свободно можете перемещаться, то страна может быть любая, на самом деле. Если говорить проектный менеджмент, польская виза, ага. Польская виза, да. Если говорить про опыт работы, это тоже плюс, если он релевантный, ну, например, вы хотите проектным менеджментом заниматься, и опыт работы у вас тот же самый. Это супер, потому что почти во всех вакансиях будет указано, что там опыт от года, от трех, от пяти, от десяти. Двуха, трех, да. Ну, зависит от уровня, вот, поэтому опыт должен быть, он должен быть релевантным, и это, безусловно, плюс. По поводу образования, если там уже не нужна рабочая виза, не нужно оформлять ее документарно, там просто диплом нужно приложить, и они когда документы будут рассматривать, будут рассматривать и диплом в том числе. Если его прикладывать не нужно, то все гораздо интереснее и легче. Здесь уже зависит от того, сможете ли вы пройти фейс-контроль на вход. Вот, я бы порекомендовала искать работу с помощью нетворкинга, потому что дальше уже можно договориться, там, что у вас вместо диплома. Если прям просто привязываться к вакансиям, то чаще всего в вакансии написано, что бла-бла-бла, дегри такая. Да-да-да, там бакалавр, мастерс-дегри, да-да-да-да, это тоже, ну, согласен, да, что нетворкинг наше все, да, и опять же по рекомендации общался вчера тоже с бывшим коллегом из Сингапура, ну, в Сингапуре работая, да, мы в Сберии работали, сейчас в Сингапуре, и говорит, что да, что если тебя рекомендуют, это там в десятки раз упрощают, как минимум тебя послушают, как минимум тебя позовут на собеседование, а дальше ты уже, как бы, ну, сколько себя продашь, да. Европа и Америка сто процентов, да, здесь у нас в Ирландии как решаются дела. Важно, кто твой партнер по гольфу, то есть с кем ты по утрам, в воскресенье, у нас полно гольф-полей, играешь в гольф, от этого зависит твой моргадж, от этого зависит твоя работа, от этого зависит даже карточку в банке, дадут тебе или нет. Если вот ты с ним играешь, он тебя порекомендует, то как бы был. Это все, это он будет. Хорошо, да, надеюсь, Елизавета, мы ответили на вопрос, ну, она ответила, я так больше фоном. Смотрите, тогда, наверное, из таких вопросов все, то есть мы, да, спасибо вам за, спасибо за ответ, спасибо за вопрос. Наверное, по таким мы прошлись всем, да, ну, то есть мы и про образование, и про опыт, и про национальность, и про IT-не-IT, да, соответственно, понижение грейда, понятно, все индивидуально, все зависит, да, от компании, от уровня, да, компании. Давай поотвечаем на вопросы. Девушки, ребята, сейчас самое время, можно поднять руку, я очень надеюсь, что у меня получится у вас. Тут вот вопрос еще про инженеров, инженерной должности, да, я просто начала тут уже немножко переписываться, и я его прокомментирую. В инженерных должностях очень важна специализация, да, что есть, поэтому я, что есть инженерная должность, поэтому я переспросила, и вот здесь ответ по поводу стандартов, сертификация систем менеджмента, да, и здесь указаны стандарты. Надо проверить, насколько эти стандарты, они релевантны для зарубежных стран. Я просто не чекала, не знаю, не разбираюсь, и брать не буду. Поэтому я бы в первую очередь проверила, насколько это релевантно и востребовано, и дальше уже смотрела бы по компаниям, для которых это нужно, сколько их, какие они, как они называются. Скорее всего, это будет, ну, если это консалтинг, то есть это услуги от внешних провайдеров компании, Ян, я так понимаю, да, Саймон сейчас прокомментирует там, то, скорее всего, это довольно небольшой рынок, я бы выписала их по лицам и шла бы через нетворкинг, если стандарты совпадают. Скорее всего, у вас таких не очень много, но нужно посмотреть, опять-таки, что вы можете уникального, интересного предложить. Возможно, вы, работая в консалтинговых проектах, работали с какими-то специфичными сферами бизнеса, ну, не знаю, там, с автопромом, как он сейчас придумывал, да, или там, с горнодобывающей промышленностью. И вот чем интереснее эта специализация, тем больше шансов того, что они заинтересуются вами. Гуд, гуд. У меня слышали? Да, 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 да. Спасибо за слово. Я хотел сказать, что моя специальность, ну, я думаю, не один я такой. В целом, мы, как занимаемся аудитами, оценка соответствия, по сути. Мы, как бы сказать, кто мы, мы, по сути, непонятно, кто мы, но и в тот же момент мы, как бы, оценщики. И мы, вот я, допустим, 20 лет этим занимаюсь, я за 20 лет миллион, ну, не миллион, но десятки тысяч компаний больших и малых масштабов и любых видов деятельности оценивал. И в целом, можно сказать, я могу, ну, и, там, не знаю, и пластмасса, да любым видом деятельности заниматься, по сути, там, чуть ли не любую функцию выполнять в компании. Ну, имеется в виду, там, технологи, какие-нибудь начальники, там, кто-нибудь. И получается, что вот я в данный момент ищу вакансии, и надо написать, на какую должность хотел бы. По сути, должности, как таковой, получается, и нету. И надо написать кем-то. Вот вы сейчас мысль такую неплохую высказали, что, да, зацепиться за какую-то компанию, за какой-то опыт, где он у меня был, с каким-то таким более солидным видом деятельности, допустим, нефть, газ, может быть, как там в Дубае, вот модно у них, нефть, газ, опыт. И, может быть, тогда уже зацепиться, что я имею опыт. Ну, вот что-то такое. Ну, вот, да, вот сейчас эта мысль отлично. Да, потому что я не знал, я пишу, кем я хотел бы быть, но в целом, получается, я и все, и ничего. Ну, собственно, это моя работа, высказывать эти отличные мысли, потому что я этим занимаюсь. Это называется анализ рынка труда. Надо понять, кто им нужен. Скорее всего, эти компании будут, ну, например, мы понимаем, что самые редкие специалисты, это люди, которые занимаются оценкой в строительстве или там в нефтегазе, да. И эти компании, они, вероятно, будут локально привязаны к каким-то странам, скорее всего, да. Или у них там офисы, штаб-квартиры будут локально в этих странах. Мы открываем какие-то джоб-барды или любые источники информации. Чаще всего это LinkedIn и джоб-барды, если мы про диджит только-то поиск говорим. И мы смотрим, как это называется на национальном языке. Тут еще есть приколюха с национальным языком. И как они эти специализации именуют. Это может отличаться. Даже в Ичаре, несмотря на то, что мы в России используем англицизмы, да, англоязычные названия, у нас тоже отличаются названия. Вот Ирландии, к примеру. И посмотреть, как это называется, посмотреть, какие знания и навыки для этого нужны, и что они там в требованиях указывают. И вот это все в профиле LinkedIn, это к Ивану, в резюме, это ко мне. Мы подчеркиваем и указываем проблема кандидатов из России в вашем большом, богатом и очень часто разношерстном опыте, потому что мы очень, нас за это любят, за то, что мы работоспособны. Да, такие эрудированные, интеллектуальные и так далее. Но это же наше проклятие. Это крайне сложно упаковать в резюме, потому что тут сразу много противоречий вылазит. А у них все простенько, все линейненько. Вот покажи мне, пожалуйста, какой-то линейный, релевантный опыт. И вот самая большая проблема – это выбрать и причесать. Да-да-да. Все верно, это полностью так, потому что, как мы с Дашей Шульганой вчера тоже эфир проводили, Эдвард, руки, ножницы, ты на все супермастер, и маркетолог, и продакт, и проджект, и аналитику можешь написать, и код где-то может быть даже подправить, если бэкграунд есть. Поэтому нас это любят, за рубежом, как правило, нет. Нужно четко себя поистонировать. Я такой-то, у меня какие-то суперсилы, у меня такой-то опыт в резюме, какие-то достижения в заголовке, в шапке, там везде-везде-везде. То есть это красной ниткой должно идти через весь твой опыт. Именно релевантный. Не нужно говорить, что ты там работал официантом, потом продавцом телефонов, а потом стал проект-менеджером, я не знаю, за три года. Ну, там, условно, синер-проект-менеджером. Нужно говорить только про последний опыт наиболее релевантный. Это как бы курсы всякие, выступления и тому подобное. Тут полностью, да, согласен. Вот эта фокусировка, поистонирование, она реально очень-очень важна. Гуд, Саймон, да, спасибо за вопрос. Надеюсь, ответили. Давайте дальше. У меня остается где-то, да, минут 10-12. Я просто должен бежать уже. Вот у нас еще три человека. Я знаю, что Ульяна была следующая, потом Артур и Софья. Давайте тогда Ульяну послушаем. Ульяна, пожалуйста. Можно говорить? Да, здравствуйте. Меня слышно? Здравствуйте. Очень приятно, очень интересный вебинар. У меня такой вопрос, тоже сложный, с моей связанной карьерой. Я 12 лет отработала главным бухгалтером, поменяла, стала в закупках и логистике. То есть это уже 5 лет. То есть главным бухгалтером 12 лет, закупки и логистикам, импорт с разными странами, Европа, Азия и Америка также, это 5 лет. А диплом у меня, у меня есть техникум, я закончила на бухгалтера, и диплом о высшем образовании, когда мы еще учились, 5 лет. То есть я правильно понимаю, что у меня мастер? Мастер, да, да. Это зависит от того, как они посчитают, но при трудоустройстве это не принципиально. Это будут считать прям придирчиво, если вы на PHD пойдете, потому что они там часы будут сверять, хватает вам часов по профилю, это были. Понятно. Ну, можно заявлять, что я мастер, да, ну, как бы если в резюме. У меня 5,5 лет специалитет, поэтому я тоже пишу, что везде мастер. Значит, сейчас, в связи с тем, что у нас границы так закрылись, и в моей сфере стал упадок, упадок в зарплате очень сильный, и очень низкий спрос стал, очень низкий. То есть сейчас я не могу устроиться на работу, вот. Значит, мой вопрос такой. Я сейчас записалась на курсы в металлогию, на Python, разработчик Python с нуля, ну, с самого начала. Нормально. Да, нормально так. То есть у меня в жизни такой период, что я начинаю осваивать третью профессию, да, потому что, ну, получается, я в своей профессии не могу иметь стабильность и, скажем, хорошие зарплаты. Вот. И IT-сфера мне позволит заработать денег, иметь стабильную работу, иметь зарубежную работу, иметь удаленную работу. Ну, то есть вы такие, да, плюс, на котором ориентируемся. Не сразу, не сразу, могу сказать, не быстро. Ну, опять же, зависит от многих условий, да, но будем реалистами, да, джуны за границей, они есть свои, везде на локальном рынке, да, и поэтому будет лучше всего, мы вчера это как раз обсуждали, лучше все-таки набраться опыта на локальном рынке, ну, в России. А потом уже смотреть, да, тогда да, это хороший вариант. Да, тогда можете мне подсказать, что же мне делать? Силы бросить на изучение IT, либо все-таки закупки и логистики продвигаться и искать в зарубежных компаниях? У меня английский B2. Тут, наверное, вопрос ко мне как к карьерному консультанту. Как к тебе, да. Да, да, к карьерному консультанту. Что мне делать? У меня такое, знаете, на распутье, то ли мне силы, потому что IT требует много времени, времени много. Я всегда в первую очередь прошу клиента посмотреть на шаг назад и вернуться к своим целям, в том числе к карьерным целям. Куда я хочу вырасти, да, ну, зависит от многих факторов. Зарплата и деньги тоже влияют, естественно, на то решение, которое мы принимаем. Но у нас еще есть всякая разная нематериальная мотивация. Куда я, как эта работа вписывается в мою жизнь, что она мне дает, как я себя вне чувствую и так далее. Я бы подумала над карьерными целями и над личными целями прежде всего. Посмотрела бы, как они линкуются друг с другом, да, состыкуются или нет. Помогает ли работа выполнение этих карьерных целей? Какая может быть из этих двух позиций быстрее, оптимальней, с удовольствием поможет к этим целям личным прийти? И вот так бы попробовала расставить приоритеты. А вот уже когда выбор сделан, можно планировать либо поиск, либо переход, потому что переход, он там тоже многоступенчатый, я не буду сейчас в это залазить. Что касается поиска, поиск тоже займет, на самом деле, много времени. Да. Ну, может быть, не так много, как обучение, мне сложно сравнивать, но вложение усилий будет, ну, наверное, совершенно похожим. Поэтому прям советую начать с целей и с финального решения, куда лежит ваш карьерный путь. Может быть, можно как-то соединить, на самом деле, программирование и логистику. Мне кажется, там есть возможность вот эти скиллы как-то потом переиспользовать и усилить свой профиль, ну, это надо подумать. Ну, смотрите, у меня, допустим, как логистика, то есть очень много коммуникаций, много общений, деловых писем и так далее. А просто как устроен зарубежный рынок по закупкам и логистике? Насколько возможности, процент возможности устроится? Потому что IT, да, IT берут, популярны и так далее. А вот закупки и логистика насколько в зарубежной компании берут иностранцев? Логистика здесь популярна, потому что Европейский Союз, да, это отсутствие границ, это логистические центры, там, в Нидерландах, из которых посылки едут там в ту же Ирландию и в обратном порядке. Проблема вот в чем, востребованы водители по большей части, ну, а так же, как и с программистами и менеджерами. Программистов надо много, менеджеров мало, тут водителей надо много, менеджеров чуть меньше. Соответственно, должно быть в опыте что-то такое. Опять же, скорее всего, это специфика. Что это, например? Это ритейл, это какие-то иные склады, ну, что это, то есть, какая специфика опыта и кому мы ее можем продать. Опять же, я бы посмотрела рынок, выписала каких-то ключевых игроков и посмотрела, насколько они вообще нанимают зарубежных специалистов и как к ним можно прорваться. Ну, мне на ум приходит, естественно, ритейл, самые такие большие ребята и Амазон, потому что у них есть точки, ну, склады есть по всей Европе и они очень большую роль здесь играют. А вот что касается, например, производственной логистики, это интереснее. Это уже менее, вероятно, популярно, но надо анализировать рынок, я все сгадаю. Надо рынок, смотреть. Да, Ульяна, смотрите, спасибо большое. Я свои пять копеек ставлю. Когда вы работаете, не знаю, условно, там 10-15 лет в закупках логистики и так далее, хотите изучить язык программирования, я могу сказать следующее. Я в детстве очень хотел стать разработчиком видеоигр. Я очень любил играть в видеоигры, прям вообще хотел стать пипец-пипец. Пошел в институт в 17 лет, начал изучать фартран. Ну, тоже это один из языков программирования. Бетона тогда там еще не было. Ну, да, еще не было. Я понял, что я, когда начал читать код, писать код, я понял, что я просто не понимаю логику, как пишется код. Я это понял уже как бы в процессе, да, там какие-то сложные функции, там и так далее, и так далее. И просто отбросил эту историю и начал развиваться в другом направлении. Поэтому, прежде чем сделать такой кардинальный свитч из закупок, я работал с закупчиками из Бирбанки, в ЭТБ, я понимаю, это чуть другой там категорины менеджера, туда же. Это совершенно другой склад ума, да, по сравнению с разработчиками. Когда вы делаете такой кардинальный шаг в карьере, да, карьерный трек, да, меняете, я рекомендую вам параллельно работать, развиваться, там, учить английский и так далее, учиться на пайтерн разработчика и вообще смотреть, нравится вам это или нет. Условно, да, именно разрабатывать. Просто если вы понимаете, что это не ваше в процессе обучения, там же обучение, наверное, года пол длится, да, там 6 месяцев, да, обычно. Ну, год. Ну, тем более год, да, 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 если вы поймете, что это не ваше, как бы, ну, тогда вопрос отпадет сам собой, да, если поймете, что, блин, это единственное, о чем я мечтала всю жизнь, ну, в плане профессиональном, да, как специалист, то, конечно, тогда идите смело. Опять же, да, то есть тут такое, как бы, Аня правильно сказала, от цели, от задач там и тому подобное, но нужно все-таки вот чуть-чуть более так это посмотреть, как бы, мое не мое, лежит не лежит, получается не получается, ну, банально, вот, как я говорю, логика кода. Гуд, хорошо, Лиан, да, спасибо, ответили на вопрос, у меня, у меня, у меня, у меня 5 минут остается, давайте тогда Софи Чернову и Артура потом послушаем. Софи, Лиана, да, спасибо вам за вопрос. Софи, Артур, кого же я включил? Сейчас Артур. Артур, да, привет. Ты можешь говорить, Артур, если ты тут, надо размьютить. Да, 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 ребят, спасибо большое за стрим. Ваня, Аня, вопрос про визы и ворк-пермиты. Значит, я уже там в пяти компаниях, по сути, прошел все этапы асессментов и попадая в такую печальную ситуацию, что я в некоторых компаниях уже там по 6, по 4 месяца жду слота под продакт-оунера, под проект-менеджера или там под продакт-менеджера, там в том же EPUM мне предлагают только локации, где не нужна виза или ворк-пермит. Исторически в этих локациях эти позиции попадают супер крайне редко. У меня 6 лет КПМГ, то есть в самой большой четверке, о которой вы говорили, 2 года люкс-офта, у меня MBA в крутой бизнес-школе, и во многих своих аппетейшенах я попадаю именно в ту ситуацию, где мне звонит рекрутер, там условно, из Сингапура спрашивают, есть ли у меня виза или ворк-пермит, я говорю нет, они говорят спасибо большое, до свидания. Спасибо, мы вам перезвоним. Да, ну или просто сразу говорят, мы не будем взаимодействовать. Нидерландская четверка просто сказала, нет, мы не будем мучиться даже с этими ворк-аппликейшенами и визами. Как с этим взаимодействовать, как перейти через этот барьер, что им говорить, или какой-то оверрайд, или какой-то шорткат, как избавиться от этого лупа, чтобы не попадать в это. Кто первый? Давай, ты же гость. Окей. И девушка. Ну, во-первых, в любом случае с визами я всегда рекомендую с визовыми консультантами общаться или с адвокатами, в зависимости от страны, потому что они все-таки больше тонкостей, лайфхаков и лазейок знают. Второе. Если международные компании отказываются заниматься визами, то, скорее всего, ну, мой опыт, да, какой-то лазейки тут нет, потому что у них есть выборка, и они просто скип следующий, да, могут перейти. Третий пункт, опять же, по опыту, маленькие компании часто там не знают, не умеют, не имели опыта оформления всех вот этих вещей, когда ты приходишь с российским паспортом, и ты говоришь, о-о-о, там же вообще теперь все страшно. Они не следят за этим, они не читают про это, у них нет визовых консультантов, ну, может даже и чарой не быть какого-то полноценного. Тут иногда помогает фраза, я сам могу, вы мне там только бумажки, пожалуйста, все нужные пришлите, я вам сейчас объясню, какие бумажки мне нужно сделать. И у меня был такой случай среди, опять же, моих друзей, то есть реальный человек физический, который сам приехал, сам договорился, сказал, я сам себе оформлю, вы мне дайте только там письмо, которое нужно. Уведомление. Он сам дооформлял. В этом есть риски, потому что ты можешь что-то не так сделать, это может затянуться, но, тем не менее, это невозможно. Ну, маленькие компании в данном случае. И третий, четвертый вариант, который я могла бы предложить, это иной какой-то формат получения визы, либо это переход между офисами, например, ехать в ту локацию, где виза не нужна, и потом проситься по визе перехода, ее проще и легче выдают, либо это, например, попробовать Global Talent, собственно, в UK, попробовать себе самому оформить, там не нужен контракт, но тогда придется искать работу в UK самому, и что еще можно попробовать? Ну, всякие разные такие схемы, типа поехать по учебно-лечебной визе, там найти на месте, пообщаться лично, потому что личному контакту всегда преимущество, и уже на месте переоформляться. Многие учебные визы потом квалифицируются в рабочий, там дается, например, после мастерс год на поиск работодателя. Ну, это прям, я бы такой крайний вариант, потому что это денег стоит учеба, жизнь, и работать можно официально 20 часов. Тут, да, Гуд, я тоже добавлю, смотри, какие есть, опять же, кейсы, да, подержу они вариант, что можно, а в несколько шагов, то есть, опять же, можно приехать в Турцию, да, получить вид на жительство, вот тут год, просто заснять квартиры в аренду, да, работать удаленно. Опять же, про удаленку, да, есть виза цифрового кочевника, есть в Португалии, есть на Кипре, по-моему, в Турции, да, то есть ты просто работаешь удаленно, ремоут, да, неважно, соответственно, какая у тебя локация, из любой точки мира, да, ты официально находишься в стране, ну, соответственно, да, получаешь доход из-за рубежа. В каждой стране доход разный. В Португалии, я не помню, там, по-моему, тысяча с чем-то евро, ну, то есть, там, в зависимости от страны, свое условие, надо просто доказать, что у тебя есть, да, договор и так далее. Есть еще один вариант, это как раз, он такой, на самом деле, я бы не стал его выбирать, но, опять же, это касается меня, да, это устроится не в компанию, не как физическое лицо, а B2B договор. А у меня есть знакомые, которым предлагают, да, таким образом работодатель снимает с себя вещи, необходимые, там, с work permit, там, с какими-то релокационными бонусами, да, ты устраиваешься, условно, как ИП, да, соответственно, как индивидуальный предприниматель, да, в компанию с тобой заключается договор, как с юридическим лицом, но тебе нужно приехать в эту страну, да, соответственно, как правило, где сидит работодатель, пройти процедуру регистрации, прочее, прочее, прочее. А он тебе просто дает договор, что я с тобой работаю на таких-то условиях. То есть у тебя есть, как бы, ну, и платить зарплату тоже на твой расчетный счет в банке, да, этой страны. Ну, или, опять же, та же удаленка, да, собственно, там, виза цифрового кочевника, digital nomad visa, вот. Такие варианты тоже есть, они вполне имеют место. Ну, либо искать работодателя, который готов все сделать. Это самый лучший вариант, который готов тебя приедет, привезти и оплатить, и там, соответственно, все разрешения выписать. Это тоже круто. Хотя бы проблемы порешать там. В тех же Арабских Эмиратах там тебя за ручку сводят, обойдут все очереди, почешут тебя за ушком. Окей, good. Артур, да, спасибо. Давайте Софья. Да, спасибо. Две минуты? Да, спасибо за вопрос. Софья, пожалуйста. Так, поднимает руку. Разрешили говорить. Ой, я же... Так. Странный. Я Софья даю право говорить, а... Так, сейчас... Софья поднимает руку. Странный. Я даю право, ничего не происходит. Софья, а можете попробовать либо мне в речку, либо под последним постом вопрос написать, потому что я... Ну, вот как с первым у нас человеком тоже было... Я разрешаю говорить, но ничего не происходит. Так, ну, ладно. Окей, good. Смотрите, если... Софья, можете написать вопрос. Я просто... Да, вы рассчитывали чуть-чуть на меньше, но так хорошо. Сидим, да, как обычно у нас вот с двумя катями там из Минглиш. Вообще там вместо часа мы два часа сидели, отвечая на вопросы, да. Поэтому, смотрите, я уже предлагаю... Ань, спасибо тебе большое за эфир. Я предлагаю всем, кто хотел задать вопрос, но там не успел, не смог или еще что-то, написать вопрос под последним постом, где как раз анонс эфира. Ты, я... Ну, собственно, там... Либо ты, либо я, либо мы вместе обязательно на них ответим. И я думаю, что да, не последний раз. Еще было очень круто. Спасибо тебе большое, что ты выделила. Спасибо за приглашение. Почти полтора часа времени, да. И это было очень круто, очень ценно. Спасибо. У тебя очень крутое комьюнити. Спасибо всем за вопросы. Если действительно есть еще что спросить, пишите, я с удовольствием отвечу. Заходите к нам в гости в JobMentor. Мы там... У нас есть рубрика «Поедем, поработаем». Там мы каждую неделю публикуем. Кстати, про Digital Nomad Fease как раз тоже недавно писали. Так что пишите нам письма. Будем общаться. Ссылка на канал Ани есть в последнем посте. В комментарии. JobMentor. Good. Все тогда. Аня, спасибо еще раз. Ребята, девушки, спасибо. Тогда будем на связи. До следующего эфира. Всем пока-пока. Спасибо. Счастливо. Спасибо.